Всем привет, друзья! Еду в аэропорт. Сейчас Карлос, который находится в Канкун в аэропорту. Кто его не знает, это представитель наш здесь в Мексике, Карлос Гомес, который вот уже несколько лет работает с нашей московской компанией и помогает людям с безопасностью здесь в Мексике. Он их встречает, провожает в Тихуану. Если в Тихуану люди не могут зайти, то он вместе с ними дальше едет вдоль границы, обеспечивая людям поддержку. Он как переводчик выступает, он немножко знает русский, говорит по-английски. И, соответственно, по-испански, по-мексикански он общается с местными. Ну и сам он жил на границе долгое время. То есть на него можно положиться. И как представитель он себя уже несколько раз показывал с наилучшей стороны. Прямо сейчас он находится в аэропорту и встречает своих клиентов, которые летят на рейсе из Ямайки. Граждане СНГ. Это то самое место, где год, два, три года назад мы делаем, используем это место для съемки видео, обращения к СМИ США. Отсюда люди летят в Мексико-сити, далее в Тихуану, в Мексикале или в Куарес. Сзади меня аэропорт Канкун. И я иду встречаться с Карлосом, а потом ребят из СНГ, которые прилетают прямо сейчас. Что я делаю здесь? Я ждал для клиентов, когда они приходят из Узбекистана. Они приходят немного поздно. Они приходят немного поздно, они приходят из Ямайки. Супер. В общем, Карлос стоит с табличкой, встречает семью. Это терминал номер два. Сам он прилетел в терминал номер четыре. Ну, а пока он здесь ждет, я вам сейчас покажу место, где совсем недавно была задержана граждане России по национальности Узбеки, которые с поддельными паспортами были арестованы. А здесь терминал номер три, авиакомпания Азов. Проблема с семьей, даже две семьи, с российскими паспортами, которые прилетели из Москвы, граждане Узбекистана, купившие фальшивые паспорта. Как раз их задержали вот на этом месте. Это было около двух с половиной месяцев назад. И случилось все именно здесь. Это терминал номер три. Сюда прилетают чартерные рейсы из Москвы-Азов. Потому что, друзья, не повторяйте чужих ошибок. Сейчас здесь вылавливают людей, которые имеют российские паспорта и неславянскую внешность. Сто процентов вас просто будут проверять, ваш паспорт. Если обнаружится, что он у вас фальшивый, это будут очень большие проблемы. Минимум это 25 тысяч долларов. Если таких денег нет, то это тюрьма, это арест и большие проблемы здесь. Сначала посидите здесь, а потом вас депортируют в Россию, и там тоже будет следствие. Оно вам нужно. Есть много других вариантов езды в Мексику. Легальных вариантов, где вы не подставляетесь, и где вы все делаете, во всяком случае, без поддельных документов. Это точно. Причем, если вы еще используете авиакомпанию Азур, они и так здесь, на плохом счету. Карл встретил свою семью, и сейчас они уже перемещаются в другой терминал и летят в Мейхпи-Сити. Продолжение следует...